После подхода почетного батальона к главному зданию Казанского федерального университета состоялась торжественная часть празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Студенческий марш Победы стал доброй традицией в Узии Татарстане. Он проходит не только в Казани, но и в Елабуге и набережных Челнах, где также проводится Казанским федеральным университетом. С приветственным словом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Наш студенческий марш сегодня демонстрирует силу духа нашей молодежи, ее единение, умение сплотиться во имя великой цели. Именно эти качества позволили нашим отцам, дедам и прадедам победить жестокого и сильного врага. Сегодня сохранение единого пространства памяти об их подвиге помогает нам успешно противодействовать трудностям и адекватно реагировать уже на вызовы сегодняшнего времени. Сегодня каждый из вас, кто присутствует на митинге, должен понимать одно, что мир – это очень трудное дело. Трудное дело всей страны. Мы живем под мирным небом. Я хочу пожелать каждому участнику никогда не познать трудности военного лихолетия. Также выступили заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Рима Ратникова и депутат Государственной думы Российской Федерации Фатих Сибагатуллин. В октябре прошлого года я осуществил свою давнюю мечту еще раз побывать по местам боев, где проходила наша третья гвардейская танковая армия. Я объехал все места боев по территории Германии. Я отдал свой долг перед своими однополчанами и всеми, кто сражался на территории Германии. Великое счастье, дорогие друзья, что мы, сидящие здесь ветераны, видим нашу прекрасную молодежь. Та молодежь, которая сегодняшний день представляет великое счастье нашего народа. Какая радость у меня сегодня на душе. Я вот смотрю на вас, солдаты, будущие защитники нашей Родины. Я так рада, что наша Россия имеет вот такой запас силы над фашизмом в будущем. Если кто-то посягнет на нашу Родину, очень крепко пожалеет об этом. И еще я хочу сказать, что Гафуров, в моем понимании, это не просто ректор. Он, мне кажется, душа, отец вот этих всех молодых товарищей, всех студентов. Просто тут видно же от человека, какую он работу каждый раз делает, праздник исправляет. Это какой труд, вот это все организовать, все это собрать, всех нас. И нас не забывать. Мы вот тоже приходим с удовольствием сюда порадоваться. После торжественной части ректор университета, гости мероприятий и студенты отправились к мемориалу памяти погибшим для возложения цветов. На месте проведения мероприятия работала полевая кухня. Напомним, что телеканал Универ ТВ вел прямую трансляцию с мероприятия. Повтор трансляции состоится 9 мая. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс.